Древнегреческий миф рассказывает, богиня охоты Артемида целый день в одиночестве прогуливалась по диким лесам. Любимая дочь Зевса решила удостовериться, не нарушает ли кто из людей покой в ее земных владениях. Наконец Артемида остановилась, чтобы утолить жажду. С собой она захватила лишь немного молока, но вместо него из кувшина потекла прозрачная жидкость. А на дне сосуда оказался ароматный белый кусочек сыра, продукт, который до той поры еще не был известен даже самим богам. Юной охотнице так понравился благородный, ни с чем не сравнимый вкус сыра, что вернувшись на Алим, она угостила этим лакомством и других небожителей. Боги по достоинству оценили гастрономическое открытие Артемида. Они вкушали сыр, запивая его прекрасным виноградным вином. Во время этой трапезы только сын Аполлона, врачеватель Аристей, подумал о том, что этот удивительный молочный продукт, богатый кальцием и витаминами, будет полезен и людям. Согласно легенде, Аристей забрал несколько кусочков сыра с Олимпа, чтобы научить древних греков сыроварению. С тех пор твердые и мягкие сорта сыра позволяют сохранить здоровье и молодость не только богам, но и простым смертным. Ритуал подношения богам молочных продуктов – один из самых древних и распространенных религиозных обрядов. Предназначенные для него творог, сливки или сыр изготавливают из свежего отборного молока. Буддисты подносят к алтарю творожные болины треугольной формы, а индуисты статую Кришны умащивают топленым маслом ги из коровьего молока. Во всем мире молоко с давних пор считалось символом физического здоровья и благополучия в доме. О красивом человеке мы что говорим? Кровь с молоком? Что мы говорим о волшебной стране в сказках? Это земля, где молочные реки текут среди кисельных берегов. Питательные и целебные свойства молочных продуктов высоко ценили древние римляне. Иудейский историк Иосиф Флавий описал жизнь воинов армии Римской империи во время похода. У каждого из легионеров при себе была кожаная сумка. В ней хранились личные вещи и нехитрый продуктовый паёк. Сухие лепёшки из непросеянной муки, немного вина и обязательно несколько кусочков козьего сыра. Почему именно этот продукт входил в рацион питания воинов самой непобедимой армии того времени? Козий сыр даже в походных условиях обеспечивал отличное пищеварение. Как выяснили учёные, витамины А, С и П, П, которые входят в состав козьего сыра, способствуют процессу кроветворения и благотворно воздействуют на обмен веществ в организме. Дело в том, что он помогает расщеплять лактозу, молочный сахар, он подкисляет Пи-Аш-фактор, что способствует размножению как бы полезных бактерий. Кишечную микрофлору улучшает. В походный паёк римских легионеров козий сыр попал ещё и благодаря своей способности долго храниться, не теряя при этом полезных свойств. Не портится он в течение трёх месяцев. Да и само козье молоко, в отличие от коровьего, не скисает несколько дней. Козье молоко, оно хранится при комнатной температуре до трёх суток, в холодильной камере до недели. Также можно его замораживать. При заморозке сохраняются все его лечебные свойства. И хранится оно до года в замороженном виде. Козы – животные в еде очень разборчивые. На лугу они выбирают клевер, одуванчик, асоку. Только питательную и богатую витаминами растительность. От того, какой букет полевых трав предпочтёт коза, зависит и вкус молока. Как установили учёные, по своему составу, именно козье молоко ближе всего к женскому, материнскому. Удивительно, но здесь античные мифы опередили научные открытия. Древние греки рассказывали, что священная коза Амальтея вскормила своим молоком младенца Зевса, будущего властителя Олимпа. В козьем молоке действительно много необходимых для формирования костной ткани кальция и фосфора. Жир, входящий в его состав, мелкодисперсный. Он легко и быстро усваивает с организма. Это эликсир молодости. Он обновляет клетки, то есть очень полезно старым людям, маленьким детям, замедляет старение. Козье молоко в древности считалось не только продуктом питания, но и лекарственным средством. Выдающийся среднеазиатский учёный и врач Ариценна называл его самым уравновешенным. Лекарь прописывал козье молоко при лечении заболеваний почек, чахотки, язвенной болезни желудка. Рекомендовали этот напиток и тем, кто страдал нервными расстройствами. Справедливость такого выбора подтвердили современные исследования. В козьем молоке были обнаружены вещества, по своему строению похожие на бензодиазепины, снотворные, применяемые в медицине. Мало того, в составе козьего сыра, как заявили учёные из Испании, есть бактерии, схожие по своему воздействию на организм с антибиотиками. Учёные выделили ДНК из различных сортов сыра. И, соответственно, они выяснили, что в козьем сыре содержится от 107 до 109 граммов бактерий на грамм козьего сыра. И от 66 до 95% молочной кислоты. Данные свойства очень схожи по составу с антибиотиком. Жители Средиземноморья и сегодня залогом долголетия считают ежедневное употребление в пищу хотя бы нескольких ломтиков сыра. Шеф-повар Сергей Бобров специализируется на приготовлении блюд кипрской кухни. На родине богини любви и красоты Афродиты знают толк в полезной и вкусной пище. Обязательно к столу подают традиционный кипрский сыр халуми. Изготавливают такой сыр из смеси козьего и овечьего молока. И обязательно добавляют мяту. Этот сыр средней твердости особенно полно раскрывает свой вкус в теплом виде. На вкус он соленоватый. И это единственный сыр в мире по... Это единственный сыр в мире, по мнению киприотов, который можно варить, жарить, тушить, жарить на гриле. Все, что угодно с ним делать. Сочетается он как с фруктами, так и с ягодами, с арбузом, с дыней. Также добавляют в кислые супы. Молочный суп трахана, сырные пироги, легкие десерты. На Кипре существует множество рецептов блюд, в состав которых входит традиционный кипрский сыр. Первое письменное упоминание об этом молочном продукте датируется еще 1571 годом. Сергей Бобров истинным гурманам советует сначала оценить вкус халуми в сочетании со свежими овощами. Овощи заранее заправляют оливковым маслом и специями. И дают им настояться. Наконец, на открытых углях обжаривается главный ингредиент. Сыр халуми. На гриле тонко нарезанные кусочки находятся всего несколько минут, но за это время сыр впитывает аромат древесного дыма и благодаря этому приобретает особый пикантный вкус. Киприоты убеждены, что тому, кто постоянно ест сыр из козьего и овечьего молока, не понадобятся никакие лекарства. Так как сыр содержит большое количество козьего молока, в нем много кальция, что благоприятствует росту с восстановлением костей. Также козий сыр полезен для восстановления желудка. Если есть язва, какие-то трещины в желудке, то козье молоко восстанавливает, затягивает эти трещины. Свой собственный рейтинг полезности сыров составил еще древнегреческий мыслитель Аристотель. Он писал, что этот молочный продукт можно использовать в качестве лекарства, к примеру, при лечении чахотки. В своих трудах великий философ посчитал необходимым описать такой, казалось бы, простой процесс, как свертывание молока и технологию приготовления сыра. В рейтинге Аристотеля друг за другом следовали сыры из молока кобылицы, ослицы и, наконец, коровы. А возглавлял этот список сыр, приготовленный из молока верблюдицы. В странах Азии распространено употребление верблюжьего молока. И верблюжье молоко, оно содержит больше фосфора. Также в Швейцарии верблюжье молоко добавляют в шоколад для придания ему такого специфического вкуса солоноватого. Смотрите далее. Эликсир долголетия от Грозного Тамерлана. В шубате содержатся микро-макроэлементы кальций, калий, медь, фосфор, магний. Как включить секретный механизм иммунитета? Употребление молочно-кислых продуктов, содержащих вот эти полезные бактерии, способствует долгожительству. Усыпальница великого завоевателя Тамерлана, гробница Гуры-Мир в Самарканде, задала науке немало вопросов. Но больше всех ломали голову медики. Умер властитель в возрасте 69 лет. Но, как показали исследования, на черепе и скелете полководца не было никаких ярко выраженных старческих признаков. Кости имели четкий рельеф, на них отсутствовали так называемые остеофиты, наросты, часто появляющиеся с годами. Более того, у Тамерлана до последних дней жизни сохранились практически все зубы. По мнению ученых, его биологический возраст в момент смерти не превышал 50 лет. Как такое возможно? Ведь полководец большую часть жизни провел в тяжелых походных условиях. Похоже, разгадку эксперты нашли в описании его привычек. Даже во время самых продолжительных военных походов, Тамерлан не забывал ежедневно выпивать чашу своего любимого напитка. Специально для Эмира повар заранее отбирал литр самого жирного верблюжьего молока. Им наполнялся сосуд, причем не деревянный или глиняный, а сделанный из бараньего желудка. Благодаря ферменту, который выделяли стенки такого сосуда, молоко быстро скисало. За 6-8 часов напиток был готов. Его оставалось лишь тщательно перемешать. Кочевники называли этот кисломолочный продукт шубатом. В шубате содержатся микро-макроэлементы. Кальций, калий, медь, фосфор, магний и все витамины группы В1, В2. Те, кто пил шубат постоянно, были хорошо защищены от болезней дыхательных путей, астмы, туберкулеза, а также от расстройств пищеварительной системы. Шубат – отличный источник кальция. Он-то и помог Тамерлану до самых последних дней жизни сохранить здоровые белоснежные зубы и крепкие кости. Выпивали шубат сразу после приготовления. В отличие от других кисломолочных продуктов, у него небольшой срок хранения – всего сутки. Поэтому за многотысячной армией Тамерлана всегда следовал целый караван верблюдов. Известно, что однажды верблюдицы пригодились Тамерлану и в бою. Когда среднеазиатский завоеватель сражался с султаном Махмудханом, правителем Дели, на армию Тамерлана двинулись 120 слонов, закованных в броню. Эмир велел собрать всех его верблюдов, накрыть их соломой и поджечь ее. Горящие верблюды разбили шеренги слонов. Дели был покорен. Сегодня в Казахстане верблюдов используют исключительно в мирных целях. В поселке Конерат на юге страны в каждой семье держат по 2-3 верблюда. Говорят, что самое вкусное молоко у верблюдицы в мае и начале июня, когда степная трава еще не сгорела на солнце. В этот период в день получают до 6 литров молока. За верблюдами уход нужен. Нужно создавать условия, чтобы больше молока давали. Хорошо кормить. Чем верблюдица старше, тем она больше дает молока. Для Ажульсын Мукашевой на кухне верблюжье молоко продукт номер один. Его хозяйка добавляет в тесто, если печет пончики, баурсаки и, конечно, готовит шубат. Рецепт простой. И со времен казахов, кочевников он практически не изменился. После дойки молоко в первую очередь процеживают, фильтруют, потом смешивают с закваской и молоко готово к употреблению. В Казахстане говорят, что если в день выпивать хотя бы один стакан белоснежного густого шубата, не пристанет никакая болезнь. Витаминов С и Д в нем в три раза больше, чем в кисломолочных продуктах из коровьего молока. Шубат полезен для желудка. Тем, кто болен язвой, у кого гастрит, он очень лечебный. Вообще шубат дает силу. Поправляются люди, которые пьют шубат. Старики уверяют, что для того, чтобы шубат не потерял правильный кисловатый вкус, хранить его лучше в земляном колодце. Правда, сегодня в казахских семьях чаще используют обычный холодильник. Земляные колодцы остались в прошлом, а вот шубат по-прежнему популярен. Тот, кто постоянно пьет шубат, выглядит молодо. Морщин не видать. Современные научные исследования подтвердили, что кисломолочные продукты действительно благотворно влияют на работу пищеварительной системы. Включить в рацион, к примеру, кефир или йогурт, диетологи советуют и тем, кто намерен избавиться от лишнего веса. Молочно-кислые микроорганизмы ускорят этот процесс. Примерно от 3 до 5 килограммов микроорганизмов есть у каждого человека. То есть, представляете, это 5-литровая банка микробов. И в кишечнике, как на поле сражения, идет борьба между патогенной флорой и между теми микроорганизмами, которые действительно несут очень большую пользу. На сегодняшний день уже изучены сотни молочных бактерий. Доказано, что они поддерживают активность пьеровых бляшек кишечника, благотворно влияют на иммунную систему. Молочно-кислые микроорганизмы, попадая в кишечник, способны навести порядок в организме человека любого возраста. Есть такое мнение, что употребление молочно-кислых продуктов, содержащих вот эти полезные бактерии, способствует долгожительству. Доля правды в этом, конечно, есть. Единственное, я хочу сделать такое уточнение, что нельзя лечиться молочно-кислыми продуктами, а вот настраивать тонкую настройку организма делать можно. Почему? Потому что кишечник – это тот орган, который, опять же, отвечает за выработку иммунитета. Во второй половине 20-го века в мире начался настоящий бум по производству бифидобактерий. Как выяснили учёные, бифидобактерии или пребиотики способствуют достаточной выработке в организме витаминов разных групп и усвоению полезных веществ, входящих в состав продуктов питания. Выращивание бифидобактерий превратилось в целое производство. Получить порцию пребиотиков сегодня можно не только употребляя в пищу привычные кисломолочные продукты – йогурты или кефир. Кишечник теперь заселяют живыми бактериями во время специальной медицинской процедуры. Если мы говорим о лечении дисбактериоза, тут одного кефира или йогурта недостаточно. Здесь необходимо сначала уничтожить патогенную флору, а вот на её место уже заселить полезную. Причём количество вот этой полезной флоры, оно должно быть значительно больше, чем в молочно-кислых продуктах. Во II веке до н.э. китайские повара ломали голову над тем, как угодить императору. Новый владыка Поднебесной Гао Цзу, основатель династии Хань, был родом из крестьянской семьи. Император предпочитал простую и сытную пищу. Но, конечно, теперь поднести грозному Гао Цзу, свергнувшему с престола прежних правителей, простую чашу с рисом или бобами, никто бы не рискнул. Хотя и слишком изысканные, непривычные для императора блюда могли лишь разгневать его. Выход был найден. Один из поваров долго отваривал соевые бобы. В полученное пюре он добавил нигари или горький сок, раствор из морских водорослей с приятным вкусом и ароматом. За считанные секунды бобовое пюре превратилось в творог, а затем и в твёрдый блестящий сыр нежно-кремового цвета. Новое блюдо, сыр тофу, подали императору. Мягкий и сытный соевый сыр с нейтральным вкусом очень понравился Гао Цзу. Повара вздохнули с облегчением. Соевый сыр тофу, он не плавится. Это один из интересных плюсов для как раз приготовления каких-то блюд. Потому что можно готовить даже стейки из тофу, особенно для тех, кто исконные веганы. Они любят эти вещи, когда специи пряностями он слегка обжарен, внутри тёпленький, такой мягкий. Специально для императора Гао Цзу китайские повара придумали несколько разновидностей тофу. С тех пор в Китае изготавливают три вида соевого сыра. Твёрдый, хлопковый, а также самый мягкий, похожий на пасту, шёлковый тофу. А сегодня во всём мире широко распространено и соевое молоко. Наш организм состоит из белка. Белок – это строительный материал. Соответственно, соевый сыр тофу, в нём очень много аминокислот. Они очень по своему составу схожи с мясом. Соответственно, данные аминокислоты, они как бы усваиваются нашим организмом. Тем более белок растительного происхождения, он очень хорошо усваивается организмом. Смотрите далее. Волшебный секрет растительного молока. В любом другом растительном молоке есть те же самые именно микроэлементы. Учёные открыли тайны кефира. Он борется с свободными радикалами, соответственно, борется со старением кожи. Как советуют вегетарианские повара, тем, кто отказался от животных продуктов добровольно или вынужденно, к примеру, из-за аллергии на лактозу, стоит обратить внимание на азиатскую кухню. В Индии, Таиланде, Индонезии испокон веков растительное молоко получают из соевых бобов, риса и орехов. С использованием кокосового молока готовят тайское блюдо по тай, пасту по-азиатски. Тонкой соломкой, чтобы удобно было есть палочками, нарезаются красный лук, перец и немного цукини. Овощи обжаривают на сковороде. Соль мы сегодня использовать не будем. Мы будем солить все соевым соусом. Добавляем в овощи соевый соус. И затем кокосовое молоко. Так, чтобы кокосовым молоком было закрыто все дно сковороды. Кокосовое молоко, оно полезно для пищеварения, это первое. Плюс кокосовое молоко дает организму омолаживающий эффект. Последний ингредиент этого блюда – рисовая лапша фунчоза, предварительно вымоченная в холодной воде. Две минуты и блюдо по тай готово. Финальный штрих – несколько капель сока свежего лайма. Дополнить такой обед шеф-повар Руслан Сумцов советует коктейлем из миндального молока. Миндаль на ночь обычно замачивают в воде, затем очищают его от шелухи и с помощью блендера превращают в белую однородную массу. Нужен высушенный миндаль на солнце, потому что эфирные масла начинают первый процесс выхода эфирных масел, которые могут серьезно подействовать на организм человека. Это при сушке солнца, он начинает выпариваться. А при замачивании в воду также начинают выходить эти эфирные масла. Поэтому миндаль, который высушен, он становится безопасным. А если брать свежий миндаль, то суточная норма, там 5 ядер и больше нельзя. Процеженное миндальное молоко соединяют с рисовым. Напиток доводят до температуры кипения. Осталось добавить банан и хорошенько взбить коктейль. Придать ему пикантный вкус позволяют специи – кардамон и щепотка шафрана. Соевое, рисовое, гречневое, овсяное. На сегодняшний день известны десятки видов растительного молока. И, по мнению вегетарианцев, эти напитки имеют полное право называться именно молоком. Это кальций и белок. Это самые основные вещи, которые есть в молоке. Поэтому мы привыкли его пить. То, что мы получаем эти все микроэлементы. Но также и в соевом, и в любом другом растительном молоке есть те же самые микроэлементы. Там есть и кальций, и есть… Ну, кальций, конечно, более уже в низкой форме. Но белок там есть в хорошей даже форме, особенно в соевом молоке. Древнейшая на земле наука о здоровье Аюрведа называет молоко наряду с водой и кровью жизненно важной жидкостью. Употреблять молоко в пищу, по мнению древнеиндийских докторов, нужно на протяжении всей жизни. Правда, в разных количествах. В Аюрведе говорится, что если человек правильно пьет молоко, то это способствует развитию сознания, развитию тонких тканей мозга. Даже приводится такой термин на санскрите – в века шакти. То есть века шакти – это способность разума различать, делать выводы, разбираться в очень тонких вопросах. И молоко как раз способствует развитию у человека таких способностей. Как правильно пить коровье молоко в далекой древности людям объяснил сам бог врачевания Дханвантари. Когда на земле появились болезни и продолжительность человеческой жизни стала сокращаться, бог-лекарь родился в Индии в облике царя, правителя города Варанаси. Бог-лекарь Дханвантари собрал всех мудрецов и велел им записать великие знания о здоровье и правильном питании. Он сначала подогрел коровье молоко на открытом огне. Затем с разогревающей энергией агни соединил лечебную силу индийских специй, добавил семена кардамона, немного корицы и шафрана. Теплое молоко Дханвантари преподнес мудрецам. Пить его он рекомендовал вечером перед сном. Молоко со специями снижает так называемую капха-дошу, защищает от болезней дыхательных путей, предотвращает появление воспалительных процессов. Все эти сведения, наряду с другими знаниями о здоровье, индийские мудрецы записали в девяти трактатах. Так появилась аюрведа, индийская наука врачевания. Лучшая специя для молока – это шафран. Это достаточно дорогая специя, но очень хорошо подходит именно для молока. Можно использовать куркуму, можно использовать кардамон. Очень хорошо молоко немножечко подсластить. Ну, идеальный вариант, конечно, мед. Мед, но только нужно помнить о том, что молоко не должно быть слишком горячим. Градусов 60, не больше, иначе этот мед сварится, и он потеряет свои свойства, и, в общем-то, это не очень полезно даже будет. Молоко, приготовленное по рецепту индийского бога-лекаря Адханвантари, могут пить даже пожилые люди. Иногда его разбавляют теплой водой. Такой напиток хорошо усваивается и дарует человеку спокойный, крепкий сон. В его теле устанавливается такая сотвичная среда, и его меньше беспокоят различные зловредные обитатели тонкого мира. Ему спокойные сны снятся, вообще он спокойно себя чувствует. И также в процессе развиваются тонкие ткани мозга, и человек получает способность проникать в суть вещей, скажем так. Молоко поможет наладить добрососедские отношения и с таким обитателем тонкого мира, как домовой. В этом убеждена Ольна Лемберг. Женщина время от времени подкармливает своего домового свежим молочком, ставит мисочку под старинный буфет. Этому языческому обряду уже не одно тысячелетие. На Руси домовой отвечал не только за жилище, но и за всю домашнюю скотину, коров, лошадей, даже собак и кошек. Согласно поверью, он защищал от всяких невзгод, бедности и болезней. Переезжая в новый дом, обычно славяне перевозили с собой и дедушку домового в валенке или на венике. Если же в семье что-то не ладилось, на Новолуния домового задабривали, угощали свежим молочком. Больше всего домовой любит три вещи. Это, собственно, молоко, молочную кашку и сладости. Поэтому, чтобы жить с домовым в дружбе, всегда ему не мешает поставить, так сказать, немножечко молока. Может быть, его вылокуют кошки. Но, тем не менее, все равно, поскольку он существо такое нематериальное, эфирное, он этот подарок оценит. Молока-то надо немножко в плошке, но ставить обязательно в укромное место. Под плиту, за холодильник. Ольна убеждена, что волшебную силу молока можно использовать и сегодня. Дело в том, что, согласно древним ведическим знаниям, коровье молоко избавляет человека от болезни, когда та только возникла в сознании человека, появилась на энергетическом уровне. Надо умыться свежим коровьим молоком, но это делается на убывающую луну. И говорить при этом, что как с молока все началось, так, чтобы здоровье сейчас повелось. И действительно считается, что мы возвращаемся тем самым к началу жизни, когда мамин молоко был главной нашей пищей. И тем самым мы возвращаемся к этому исконному здоровому состоянию, в котором мы родились. Известен еще один распространенный у славян обряд с использованием молока. Он помогал сохранить молодость. Ольна признается, что и сама проводит его время от времени. В чистую воду женщина сначала наливает немного коровьего молока, а затем бросает лепестки роз. Эту славянскую косметическую процедуру, как и сотни лет назад, дополняют нехитрые заклинания-наговоры. Ты вода, слушай меня, не мутись, не кипятись, а за меня возьмись. Ты вода, делай, чтоб я была стройна, была гладка. Ты вода, слушай меня, не мутись, не кипятись, ты вода, за меня возьмись. Молоком меня подпитай, розы обласкай, лишов завери и под черниками теки. На Руси молоко, а точнее простокваша и сливки, были едва ли не самым главным косметическим средством. С помощью кислого молока девушки выводили веснушки, сливками спасались от солнечных ожогов. Эффективность таких процедур подтвердили и современные научные исследования. Может и сегодня не стоит отказываться от бабушкиных рецептов. После рабочего дня очень приятно умыть лицо прохладным кефиром и с добавлением в него витамина Е, который также относится к жирростворимым витаминам и является очень сильным антиоксидантом. То есть он борется с свободными радикалами, соответственно борется со старением кожи. Смотрите далее. Нужны ли есть йогурты по утрам? Вырабатывается достаточное количество серотонина, а это естественно напрямую влияет на наше настроение. Чем хорошо молоко от священного животного? Капли ее молока образовывает млечный путь, как это есть. И она именно кормит все человечество. Силу кисломолочных продуктов Ольга Дуганина оценила, когда несколько лет назад вместе со своей семьей из мегаполиса перебралась в подмосковную деревню. С тех пор она сама готовит домашний живой йогурт. Для этого Ольга чаще всего использует козье молоко. В этом доме оно в особом почете. У моего ребенка была аллергия. И когда мы стали употреблять козье молоко, мы от нее избавились. Так что всем рекомендую козье молоко как средство лечения аллергии. Домашний йогурт Ольга теперь называет панацеей. Чтобы его приготовить, требуется всего литр свежего молока. Его нагревают ровно до 85 градусов. Температуру лучше замерять термометром. Затем охлаждают до 30. В теплое молоко добавляют закваску. Ложку уже готового йогурта. Обычно мы заквашиваем йогурт в стеклянной посуде, потому что стекло очень подходит для молока. Мы закрываем баночку. Теперь желательно поставить ее в теплое место для сквашивания йогурта. Для этого мы берем одеяло. Укутываем нашу банку. И ставим в теплое место. Свой домашний йогурт в семье Дуганиных обычно едят по утрам. Сластеные в лакомство могут добавить ягоды или варенье. Еще один вариант – зеленый йогурт. Для его приготовления подойдут обычные укроп или петрушка. Йогурт вообще рекомендуют для оздоровления организма употреблять его ежедневно. Особенно женщинам старше 45 лет. Он полезен для улучшения обмена веществ и оздоровления организма в целом. Медики доказали, что употребление йогуртов по утрам действительно может ощутимо улучшить не только общее самочувствие, но и здоровье в целом. Этот живой продукт запускает в организме целую цепочку процессов. Если кишечник нормально работает, а вот как раз молочнокислые бактерии поддерживают его нормальное функционирование, то и вырабатывается достаточное количество серотонина. А это, естественно, напрямую влияет на наше настроение. Причем замечена такая связь между иммунитетом, настроением и эндокринной системой. Поэтому хорошее настроение, хороший иммунитет – это способствует тому, что работает хорошо и эндокринная система в том числе. Откуда на Руси, в Древней Индии и античной Греции людям было известно о чудодейственной силе молочных продуктов? Почему они верили в волшебную силу коровьего молока? Были убеждены в том, что этот продукт избавляет от недугов, дарует молодость, достаток и благополучие. В Индии корову и сегодня считают священным животным. Употреблять в пищу говядину в этой стране строго запрещено. В Древних Писаниях говорится о том, что в теле коровы присутствуют 33 миллиона полубогов и девов. Оказывая ей уважение, индусы тем самым выказывают почтение и полубогам. Более того, забота о коровах – это один из способов улучшить свою собственную карму. В процессе реинкарнации, после формы жизни коровы, живое существо может получить рождение в более высокой форме, такой как человеческая форма жизни или форма жизни одного из обитателей райских планет. То есть может даже родиться полубогом или девом. То есть считается, что корова занимает особое положение в этой цепи реинкарнации. Правда, переродиться в облике человека или обитателя райских планет, как гласят пураны, может далеко не каждая корова. Такая участь уготована в первую очередь коровам породы зебу, которую даже в Индии сегодня можно встретить не так часто. Зебу легко узнать. На спине у нее характерный горбик, висячие уши, а на шее тройная складка. Сегодня сложно поверить в то, что корова – не простое парнокопытное, а некое переходное звено между миром животных, людей и богов. Но наши предки в особом предназначении коровы нисколько не сомневались. До сих пор в русских деревнях коров очень часто зовут Зорька. А утренняя заря – это тоже символ богини, вечной, юной, возрождающейся, дающей земле плодородия. Такая же традиция есть, например, в Армении. Там коров тоже очень часто называют именем богини звездочки Аскик. Это имя, которое восходит к имени богини Астарта, верховной богини Ассирийского пантеона. О целебной чудодейственной силе молока хорошо была осведомлена царица Клеопатра, правительница Египта из династии Птолемеев. Она знала, как с помощью этого на первый взгляд самого простого продукта сохранить молодость и красоту, фактически остановить время. Причем египетская царица в этом явно преуспела. Еще римский историк секс Таврелий Виктор в своем трактате о знаменитых людях упоминает о нежности и блеске шелковистой кожи Клеопатры. Каждую неделю женщина совершала поистине магический омолаживающий ритуал. Сначала рабыни натирали стройное тело царицы сливками, смешанными с морской солью, начиная от пальчиков ног. А затем Клеопатра погружалась в ванну, наполненную молоком. Она жила в достаточно горячем климате, то есть Африка. Она приравнивала себя к небожителям. И, соответственно, она не могла позволить себе выглядеть, как весь ее народ, как все люди, которые вокруг нее находились. Соответственно, она принимала вот эти ванны, чтобы кожа ее была увлажнена, была более светлая, была более приятная. Предание гласит, что великолепная властительница Египта предпочитала использовать для своей любимой омолаживающей процедуры молоко верблюдицы, в котором много жира, фосфора и кальция. Перед секретным оружием обольстительной Клеопатры не устояли даже самые знаменитые древнеримские полководцы. Красотой царицы, ее необычайно белой и нежной кожей, был покорен правитель Юлий Цезарь, а позже и военачальник Марк Антоний. Египтяне были уверены, что секрет молочной ванны Клеопатрии раскрыли сами боги. Древние египтяне почитали свою верховную богиню, жену бога Азириса Езиду, в том числе в виде коровы, и еще ее воплощение богиню Хатор, именно в короне, у которой были такие вот типа коровьих рогов. Вот. Там же была такая небесная корова, которая вот, так сказать, капли ее молока образовывает млечный путь, как известно. Вот. И она именно кормит все человечество. Из ее сосцов течет главная египетская река Нил, которая вот питает всю эту древнюю цивилизацию. Тысячелетия спустя ученые подтвердили, молочная ванна Клеопатрии действительно обладает чудодейственными свойствами. Современная медицина и косметология позволяют использовать молоко с максимальной пользой для здоровья. Доктора предписывают принимать не молочные ванны, а лишь добавлять небольшое количество этого целебного продукта в воду. На ванну мы используем около литра молока и добавляем в него одну чашку меда. 250 граммов где-то. Может, 200 граммов. Вот так. Рецепт Клеопатры современные медики усовершенствовали. Косметолог Наталья Попова наливает в целебную молочную смесь еще и несколько капель миндального масла, которое легко усваивается кожей. Эти масла смягчают кожу, питают ее, способствуют заживлению, восстановлению и очень полезно влияют на увлажненность кожи, тем самым опосредованное действие на коллаген и эластин, то есть кожа становится более упругой, более плотной, то есть, соответственно, более молодой. То есть, тут два момента увлажнения и восстановления. Соответственно, омоложение идет. Вода во время этой процедуры не должна быть горячей, не больше 37 градусов, как температура тела. Тогда эффект будет положительным. Улучшится цвет и состояние кожи, нормализуется кровообращение. Как объясняют медики, кожа имеет так называемую липидную субстанцию, то есть, жировую оболочку, которая как раз не дает организму терять излишнюю влагу, замедляет процесс старения. Молочные ванны сохраняют эту естественную защиту. Как раз в молоке входят вот эти витамины А и Д, которые являются основой этой липидной субстанции эпидермиса. Извне гораздо легче получить эти витамины, опять же, принимая эти ванны, нежели чем синтезировать с самим организмом. Смотрите далее. Когда пить кумыс? До или после? Кобылье молоко в шесть раз имеет меньшую жирность, чем коровье. Взбитые сливки – элемент любовной игры погоды. В честь этого праздника именно нужно употреблять всякие молочные продукты, печь ватрушки, сочники, сырники. Есть одна бурятская легенда. Когда-то давно хан грешных демонов Мош-Эрхт очень сокрушался от того, что никто из людей не приходит к нему ни с просьбой, ни с благодарностью. Все обращаются к доброму богу Бурхану. Жена Мош-Эрхта решила ему помочь. Она созвала всех злых демонов и вместе с ними создала приворотный напиток архиин эрдыни или арак. Хитрая женщина взяла пять литров кумыса – молока степной кобылицы. Бросила в бочку волчий глаз, чтобы люди, выпив этот напиток, видели в собеседнике только все самое плохое. Добавила язык гадюки и слюну бешеной собаки. Последним ингредиентом стала капля меда. Она должна была скрыть дурной замысел демонов. Забродилась надобе, набралось крепости. Темный хан Мош-Эрхт стал угощать гостей бога Бурхана этим напитком. Многим людям он так понравился, что они и сами начали приходить к злому демону-искусителю. Бог же посоветовал держаться подальше от дурманящего напитка из перебродившего кумыса. Если выпивать, то не больше трех стаканов. Первый – в лечебных целях, второй – для удовольствия и последний – чтобы стать легким, как ветер. Известные – это араки, это арак-напитки. Они также в небольшом количестве благотворно влияют на здоровье. Ну, смотря что туда вы добавляете. Например, там анисовое масло, если вы добавите, это для иммунной системы укрепляющая. То есть в данный напиток нужно еще какие-то травы добавлять. Это будет уже как настойка из трав. Свежий кумыс, в отличие от перебродившего, полезен всем без исключения. Его можно пить с раннего детства и до глубокой старости. Это один из самых древних напитков на Земле, распространенный еще у кочевых народов. В Башкортостане, Калмыкии, Татарстане и в других регионах России пьют кумыс и сегодня. Кобылье молоко в шесть раз имеет меньшую жирность, чем коровье. Поэтому, если говорить о контроле за весом, если кто-то следит за своим весом и не хочет получать ненужную энергетическую ценность, то употребление кобыльевого молока, конечно, предпочтительнее. Тем более, что это молоко, как правило, содержит во много раз больше витамина С, чем коровье. В клинописных табличках первой цивилизации Шумера Вавилонской написаны поразительные вещи. А ведь это государственные летописи. Шумерский царь Думузи правил своим государством 30 тысяч лет. Он был так богат и могущественен, что никто из земных властителей не мог с ним сравниться. Владыка Урука возгордился своим величием и даже осмелился просить саму богиню любви и страсти Инанну стать его женой. Как повествуют древние шумерские тексты, Думузи предстал перед богиней в образе молодого пастушка. Белея овечьего молока, было тело юноши, сияли его глаза неземной страстью. Но не своей красотой покорил Думузи небожительницу. Он преподнес богине дар, который сразу же пришелся ей по вкусу. Это были свежие белоснежные сливки. Думузи стал супругом богини Инанны. Прожили они вместе 6 тысяч лет до самой смерти шумерского царя. А на земле с тех пор появилась традиция подносить в дар богам молочные продукты – сливки, творог, сыр. Продукты эти должны быть приготовлены из самого жирного и вкусного молока. Тогда боги будут благосклонны к смертным. Так же, как когда-то богиня Инанна к влюбленному в нее царю Урука. Традиция подносить богам молочные продукты в некоторых странах сохранилась и по сей день. В Европе 2 февраля отмечают кельтский праздник Имболк. Его название происходит от древнеирландского слова «молоко». Посвящен он началу отела или окота, рождению детенышей у коров, овец, коз, наступлению дойного периода. Когда-то был такой праздник и на Руси. Его называли «громницы». На Перу в честь этого праздника нужно употреблять всякие молочные продукты, печь ватрушки, сочники, сырники, есть все сладкое. Вот именно детскую молочную сладкую пищу, запивать это все молоком. Но в эти дни нельзя, честно говоря, заниматься любовью. И в эти дни нельзя рукодельничать, то есть иметь дело с шерстью. Прясть, ткать, шить, что-нибудь вот тоже нельзя. Перуанские ламы, северные олени, азиатские верблюды. В разных уголках земли все эти одомашненные животные стали для человека поставщиками молока. Однако специалисты рекомендуют употреблять именно то молоко, которое уже не одно столетие традиционно распространено в родном регионе. Оно и будет самым полезным и чудодейственным. Есть виды молока, которые содержат большее количество казеина, есть виды молока, которые больше содержат альбуминов. И в зависимости от этого идет разная восприимчивость. Поэтому, если вы хотите продегустировать какой-то новый вид молока, желательно все-таки начать с дегустации. Постепенно включать его в свой рацион, а не сразу, что называется, налегать на него. Настоящим спасением в эпоху фастфуда для современного человека могут стать кисломолочные продукты. Диетологи рекомендуют включить кефир, ряженку или йогурт в свой рацион. А выбирая на магазинных полках свежее молоко, медики советуют отдавать предпочтение не самому жирному. Сейчас человечество столкнулось с проблемой ожирения, как результат гиподинамии, как результат стрессов. Все-таки излишнее количество жиров в молоке сейчас невыгодно современному человеку. Полностью обезжиренные продукты тоже не есть хорошо, потому что определенное количество жиров способствует всасыванию того же самого кальция, который содержится в молоке. А вот переизбыток животных жиров, насыщенных жиров нам не нужен. После окончания своих лекций русский академик Иван Павлов любил хорошо отобедать. На столе перед ним оказывались мясные и рыбные блюда, разносолы, копчености, соусы, разные напитки. Иногда прямо во время трапезы Павлов что-то фиксировал в своей записной книжке. Как стало известно, позже ученый не просто наслаждался изысканными блюдами. Он ставил на самом себе важный эксперимент. Русский физиолог изучил сочетаемость разных продуктов и процессы регуляции пищеварения. Известно, что оценив результат своих экспериментов, сам Иван Павлов стал отдавать предпочтение таким продуктам, как молоко, творог, простокваши. Он советовал ежедневно употреблять их в пищу. Как установил физиолог, молочные продукты являются слабыми раздражителями желудочной секреции. Они обеспечивают нормальное пищеварение – залог отменного здоровья. Исследования, проведенные во второй половине 20-го столетия, только подтвердили выводы академика Павлова. А вместе с ними и достоверность древних преданий о чудодейственных свойствах напитка, знакомого каждому с самого раннего детства. Продолжение следует...